Всем привет уважаемые друзья, зрители, подписчики моего канала. Ну что, вот такой домашний сегодня будет видосик у нас. На рыбалку не ездил, хотя уже сезон в разгаре. Рыбка ловится. Нормально, неплохо вы видели. Кто не видел, подсказки будут вверху. Посмотрите мои ролики. Крайние две рыбалки. Рыбка берет исправно. Крупняка мало. Берет в основном такая пока еще камышовая рыбка. Та, что сидит в камыше. А вообще уже проклевывает. Уже интересно рыбачить можно. Есть уже фавориты, которые работают практически каждый год исправно. Никаких вопросов по ним не возникает. Они все время работают стабильно. Есть несколько воблеров, покажу. Ну, все не буду показывать пока, потому что это надо будет как бы выборки много делать. Это сделаю уже потом зимой. А пока покажу основные фавориты, которые работали неплохо, которые уже успел сломать. Уже отремонтировал лопатки. Кто видел видео мое, где сломалась лопатка на воблере, тот поймет, о чем я говорю. Ну, в общем, друзья, как-то так. Начнем с того, что воблера работают те же и прошлые года. Ну, вот именно по таким местам они и должны работать. Это очень зачетные воблерочки и они всегда приносят рыбу. Так что пока еще осень в разгаре, можете себе приобрести и успешно их пользоваться. Для начала это такой вот у меня Band Minow OSP. Это оригинальный воблер. Ребята, я уже рассказывал, что хотел несколько раз его продать. Хотел продать и как-то не сложилось. И теперь не жалею, что я его не продал. Уже есть желание приобрести еще в каком-нибудь другом цвете. 106. Воблер очень зачетный, всегда выманивает. Правда, я жарю очень много промахов. Щучка мелкая, вылетает, но берет. Другой поставил Band Minow OSP. Опять щур. Некрупный. Опа! И так она вышла. Я думал, там крупняк. Крупнула, смотрю, крупная. Крупняк вот такой. Небольшой. Ну, развлекательный такой вариант, ребята. Так что, пробуйте, друзья. Были выходы крупные щуки. Видно было, что крупная. Ну, как-то крутнет и ушла. Щука все равно бывает осторожно. Так что, пробуйте. Советую всем, друзья. Вот такой воблерочек отличный. Второй у меня, как обычно, сейчас, конечно, проблема их купить где-нибудь, приобрести. Это Dead Minow 110. Красавец воблер. Весь покоцанный. Опять он работает. Опять он приносит результаты. Ну, как всегда, сработал мой любимый воблерочек. Dead Minow 110. Напускай отдохнет. Так что, на вид было такое, что рыбы здесь нет. Ну, оказалось, что есть. Оказалось, что рыбка здесь есть. Это только начало сезона, как бы можно сказать. Хотел выехать и на этой неделе, но не вышло. Записать вам решил такой ролик, потому что у меня там у кума отец умер. Это такой мой хороший друг тоже, который был мне всегда тоже отцом, наставником. Он меня учил многому, подсказывал. Царство ему небесное. Был на похороне, а потом я заболел после похорона. Три дня у меня была температура. Ничего такого особо не было, не знаю почему. Как бы, ну, чуть-чуть насморк как бы был. Кашля нету, не было и не знаю. Ну, температура три дня продержалась. И сегодня уже мне хорошо. Уже выздоровел. Я думаю, что если все будет было получено, на следующей неделе, друзья, порыбачим и что-то еще вам запишем интересненького. Так что, вот такой воблерочек. Если кто не найдет, советы его нету. Сейчас и в Китае были копии, но их нету. Не знаю почему. Но он всегда выручает. Третий воблер, вот такой, друзья. Пантон 21 Каликана. Вот у него сломала щука. Ну, не щука. Это мы просто. По своей оплошности как бы поклевка была. Щуку взяли, она крутая. Пятый еще кого-то взял. Поставил воблерочек. Пантон 21 Каликана. И рыбка здесь. И довольно такая неплохая. В домике не ломать. И мой воблерок. Щуку взял, друзья, но сломала воблер. Опять лопатку сломала. На этих воблерах воблер зачетный, хороший. Каликана Пантон 21. Но лопатки там никакие. Получаются дерибасовские лопатки. Воблер хороший. И вот он такой воблер без лопатки уже. Далее накрутнулась. Здесь такие хлипкие лопатки. Но это уже не оригинал. Это я уже сам вытачивал, сделал, как бы уклеил. Ну, я думаю, будет играть. Посмотрим, короче. Как она будет играть. Ну, вроде бы сделал. Вот оригинально еще у меня один есть. Вот у меня еще один есть. Как бы. Здесь оригинальная лопатка. Ну, посмотрите, что это за лопатка. Ну, это смех. Ее сейчас пальцем надави, и она просто сломается. Воблер зачетный. Ловит и тот, и тот у меня. В любых цветах они ловят. Весь уже тоже этот покоцанный. И такие трешки приносил. Вот и такой цвет приносил мне уже, по-моему. Ну, чтоб не соврать. И одну приносил такую 6400. А вот этот воблер такие. Три с половиной приносил. Трешки. Ну, вещь зачетная. Ну, вот я сделал как-то лопатку. Не знаю, если сравнить. Вроде бы что-то у меня получилось. Даже если вот так их сравнить одинаково. Ну, посмотрим. Будет работать, не будет. Чуть-чуть она уже, чем та же на оригинале. Но зато будет попрочнее. Такой я выбрал. У меня был пластик, который будет прочней. От того, что там он не крошится. Этот такой крошится, а тот нормальный. Воблера рабочие. Сразу они пронесли. И этот мне пронес щучку, и этот пронес щучку. Я поставил тоже вторую каликану. Желательно, чтоб остался там этот самый. Сейчас буду брать руками. Пацак никак нельзя. И она клюнула. Щучка. Ну, за краешек. Взяла. Сидит нормально. Ну, отпускай. Вот так. Я лучше ее придавлю чуть-чуть, чем она мне в руку загонит крючок. Ну, вот такой щупачок. Не, не очень она сидела как раз. Щука такая по кило с лишним. Я думал там 900. Они плотненькие. Осень. Они уже такие сытненькие. Вытащил щучка. Она отрыгивала мелочь. Малька, окушков. Ну, тем не менее, брала вот на эти воблеры. Так что советую, друзья, берите, покупайте. И воблер зачетный. Заглубление там у него до полметра. Ну, чуть-чуть, может, меньше там пишут. Ну, а так я же говорю, что можно загнать и до полуметра его на быстром твиче. Посмотрим. Лопатка исправлена. Воблер будем бросать, будем пробовать, будем ловить. Теперь, друзья, вот такая простенькая, недорогая, незамысловатая колебалочка. Она очень часто выручает. Она тяжелая, да. На 18 грамм. Это дроп называется колебалка. 18 грамм. Ее тащишь очень быстро. Допа, иди сюда. Вот так, ребята. Взял щупачка на скоростной проводочке. На виннер. Вот такой щупачок. Годится. На скоростной проводке сработала скоростная проводочка. Долго не было поклевок. Ну, наконец-то. Ну, доземничек. Хорошо она догнала и глотнула. Очень быстро. Крючки я здесь, правда, поставил поменьше, поменял. Вот когда поменьше, я не знаю, люди говорят, став больше. Ну, я вот этот поставил поменьше, он цепляется. Он хороший крючок. И она его прямо в шахту латает. Так что тоже колебалка зачетная. Можно смело покупать. И она исправно ловит. И еще одна. Это фаворит тоже мой. Это Джексон Карась. Она все года приносит рыбку. И в этом году не исключение. Уже она принесла тоже не одну рыбку. Есть еще взял. За краешек губы держится. Все. В норке. Щупачок. Еще одну взял. А только перешел на новое место. Такой щупсен. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Испытания спиннинга. Пойдет гулять этот щупсен. Так что друзья. Это то что я вам могу советовать. Ну и для себя. Еще прикупил в этом году. Буду показывать вам. Свои приобретения. Кому интересно. Это вот такой. Релакс. Копыта. В таких цветах. Интересных. Ну это такие. Я думаю осенние цвета. Они работают. Будут осенью. Весной работают более яркие цвета. Ну а эти я думаю на осень как раз будут. Тоже надо. Там еще. Я уже их не доставал. Как бы эти релаксы. Взял плетеный шнур еще раз. Джебрайт. Ну скажу так. Пока он новый. Пока хороший. Где-то уже чуть-чуть потерся. Туда-сюда. И как бы ребята. Берешь узелок. Где-то завязался. Чуть дернул. И он рвется. Так что. Шнур не ахти. Не скажу что он классный. Сначала. По первым впечатлениям он хороший. Но когда я уже немножко попользовался. Поработал вертушкой. Вертушка. Как вы все знаете. Шнур портит. Когда вертушечку покрутил. Туда-сюда. Где-то узелок. И шнур рвется. Когда без узелка. Он еще держит. Ну вот с узелком проблемы у него. Ну ничего. Взял его для твича. Кину на Эксию. На свою старую. Потому что там у меня стоит Лексус. А этот Лексус. Он вообще. Я не знаю. Я как 0.3. Толстый. Страшный. Короче. Надо его снять. И просто пускай будет где-то на троллинг. Или еще куда-нибудь. Ну не знаю. А может пускай будет лежать. Или ставить буду где-то на шоклидер его. Возможно. Когда-нибудь поеду где-то карпика ловить. Поставлю на шоклидер его. И он будет как раз то что надо. Тут Лексус. Это фанатиковский Лексус. Ну. Не зашел он вообще мне никак. Даже никакого вылета нету с ним. Ничего это самое. Но он толстый. Просто и все. Ладно. То все чепуха. Стоят они не так дорого. Не такие уж большие потери. Хотя есть. Ну. Вот взял этот. Будет тоже он для воблеров. На X1 буду ставить ту катушку. Время от времени. Так что. Будем рыбачить. Да. Вот такие от CrazyFisher нимблы. Десяти сантиметровые 4.0. Пускай будут тоже приманки затетные. Щуку ловят. Щучка на них хорошо реагирует. Цвет такой интересный. Будем пробовать. Будем ловить. Уже один отсюда вытащил. Уже как-то пробовал. Ну. Кроме окуня пока ничем не пойму. Но это решил вам показать. Так что. Это все уже на сезон есть. Вот по совету там Сергия. Есть у него свой канал. Он ловит на эти приманки. Вот такие спиннера. Или как они называются. Не знаю. Типа Ратлина маленького. А сзади вертушечка какая стоит. Говорят неплохо на него окунь ловится. Ну. Я бросал уже вот этот. Пока я окуня не поймал на него ничего. Ну а там друзья посмотрим. Время покажет. Купил. Китайцев заказал. Пришли. Побросал. Я думал они крупнее будут. Ну. Чтобы вы все понимали. Вот какой. Какая. Мелкая. Фигня. И здесь. А. Это мусор на него. Да. После рыбалки. Нацеплялся. Вот такая чепуха. Я сначала. Я же говорю. На картинке смотришь. Ребята. Когда не понимаешь. Я же почему говорю. Что полезны эти обзоры. А китайцы вот не хотят. В этом году. Никаких веблеров присылать. Ну. А сами мы их покупать не будем. Так как. И так. Их уже. Чересчур много. А зачем их. Сколько там. Таскать с собой. В таком количестве. Эти веблера. Ну. Я же. Для понимания. Берешь. Покупаешь. Вот. Такой. Мелкий. Рыбсик. Ну. Говорят. Берет. Посмотрим. Берет. Не берет. Будем пробовать. Уже кидал. Бросал. Но пока. На него. Никто у меня не брал. Может. Это особенности. Ихних водоемов. Ребят. Которые показывают. Что на них ловится. Может. У них в регионе. Они и ловят. Эти приманки. У нас пока молчали. Ну. Будем пробовать. Будем пробовать. Я надеюсь. что они действительно уловистые. Так что вот такие приманки. Это все из моих новых приобретений. Теперь вот такой. Это я взял Косодаку. Началось все из этих воблеров. Сначала я взял вот такой. Думал что они одинаковые все. Но они оказываются разные. И Косодака с этим отличается. С Флагманом. Это от компании Флагман. Дестройер. Ратлин рабочий. Говорят. Хорошо работает. Но вот здесь видите. У него умятинки такие в хвосте. А у Косодаки нету. И Косодака становится вот так ровно. А этот Дестройер. Он падает на бок. Заваливается. Говорят Косодака из-за этого лучше ловит. Ну. Друзья не знаю. Пока ловил. То уже разловил я и этот. И Косодаку разловил. Ловят все. Правда разловил я не щукой. А окунем. Ну. Работает. По окуню работает. Друзья. И довольно неплохо. Честно сказать. В этом цвете на него никого еще не поймал. А его по моему даже и не ставил. По моему его я и не ставил. А вот в этом цвете друзья. Вот такой царь. Этот уже мне принес результаты. Вот. Сейчас прошло время проверить свою новинку. Потом я отдельно сниму ролик. Что за новинки. Окунь присутствует везде. Нужно попробовать его. Со дна. Возможно будет покрупнее где-то что-то. Окунь присутствует. А то сразу же раз. Эх ты. Поклевка сразу была мгновенная. Ну. Но сход. Вот он под самой водкой взял. И за ним еще один там хватал. Они хотели сразу съесть его вдвоем, так что дестройер работает и хорошо. На падение сразу хлопнул. На падение сразу поклевочка. Довольно неплохой воблер. Ловит классно у окуня именно. Единственная проблема почему-то он часто цепляется на мягком поводке за задний крючок. Видно он идет сильно вертикально мордой вниз и потому здесь идет зацеп за крючок за задний. Вот эта проблемка есть. Там из двух-трех забросов один все равно зацепится. Так что такая чепуха. Когда в остальном поводке, друзья, нету таких зацепов. Ну, чтобы вы понимали, если кто-то будет себе покупать, моблер хороший, неплохой. Я думаю, что он и принесет мне одну щучку. Не то что думай, я уверен в этом. Это флагман-дестройер. Есть у меня знакомый человек, который помог приобрести эти проманки. Спасибо ему огромное, Андрюхи. Он вчера мне подогнал катушечку Азура Савада, но я вам позже ее покажу. Первое впечатление у меня от нее очень положительное, а там будем посмотреть. Ну, как-то так. Вот такой воблерочек. Очень классный ротлинок. Я жарил пушков, он уже мне принес. Но единственная проблемка зацепляется за задний крючок. Не критично, но неприятно. Вот такие, друзья, это Косодака банты от Косодаки. Тоже я уже этот воблер разловил в этом цвете. Акуней он уже хопал. Цвет классный. Вот посмотрите, друзья, какой он. Цвет у него интересный. Я думаю, что он принесет еще не одну щучку. Здесь такие украпления зеленые, черные. Сам он такой яд. А украпления такие зелененькие и черненькие. Ну, красивый воблер. Я жарю. И окуня ловит. Тоже цепляется за задний крючок на мягком поводке, на жестком не цепляется. Но здесь крючки чуть-чуть помельче, чем на дестройеры. И как бы зацепов чуть-чуть меньше. Ну, и он стоит на дне. Он становится вот так. Это хорошо для Судака. Ну, посмотрим, где найдем Судака, где будет Судак. Где поменьше коряжек, чтобы не на коряжнике стоял этот Судак. Иначе эти банты быстренько уйдут. Я взял из-за того, что он становится подбородком на землю. Я их взял в двух цветах. Вот такой цвет. Видите, друзья, тоже красавец. Вытаскивать уже не буду, пускай. Хотя, в принципе, вытащу. Может, кому интересно будет вблизи. Потом скажут, что не вытащил, не показал. Вот, друзья, какой красивый цвет. Тоже такой. Я думаю, что цвет тоже рабочий. Но еще я этот не бросал пока. Посмотрим. Возможно, колечко сниму. Может, будет меньше цепляться. Ну, посмотрю. Еще пока я жилье ими не гонял. Нормально. Просто по просторам. Ну, рабочим. Побросаем и все увидим. Они все покажут. Первые рыбалки даже все покажут. Вот такой есть. Перчвип какой-то. Тоже это от флагмана. Неплохой. Говорят, судак на него берет хорошо. Ну, не знаю. Я еще пока там... Тут вес у него 30 с лишним грамм. Тяжелая такая приманка. Даже 32 грамма. Тяжелая приманка для глубины. Побросаем где-то, что-то половим. На Маднес Шаритен немножко похож. Не знаю, с него делали копии. Нет. Тут чуть-чуть более изогнут. Ну, короче, приблизительно похож. Ну, это отдельный воблер. Пишется перчвип. Ну, тоже выпускает их компания Флагман. Друзья, в этом году пробуем ловить наратлины от Флагмана. Каждый год какие-то новые приманки. Тестируем. Интересно, какие будут работать, какие не будут. Это все покупалось за свой счет. Никакая-то не реклама, друзья, чтобы вы понимали. Ничего мне никто не просылает. Покупаю за свои деньги. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, вот они там за лето скопились. Как бы, все приманки, которые я вам хотел показать. Все свои приобретения. Маленький купил такой, тоже, перчвип. Интересная тоже приманка. Я эти полегче, чуть-чуть люблю, потому что их можно и на мельчаке прогнать. Проверить наличие активной рыбки. Так что, будем пробовать и здесь. Этот вес у него тут 10,5 грамма. 55 миллиметров. Я думаю, что будет и окунь, и щука на него хорошо ловиться. А рыбалка все покажет. Ну, и взял еще вот такого силикона. Ловлю под Бейна Джиг. Взял вот такой силикон. Си-си граб 2,5. Твистера такие, в таком цвете интересном. Непонятно, он такой, и не лох, и не это самое. Ну, я думаю, что на него что-то будет ловиться. Ну, я чуть-чуть с размером. Надо было побольше брать, а не брать эти окуневые размеры. Я просто как-то... Чуть-чуть немножко промазал с размером. Ну, ничего. Будут такие. У меня нету таких размеров практически. Пускай будет. Бывает, и судак берет на мелкую, и щука берет на мелкую. Был один сезон, у нас щука такая крупная вся. Четверки-пятерки. Я клевала на размер, там, 2,5. Ну, короче, на мелкие приманки. Так что, возможно, может быть, и щука будет брать. Ну, сам факт, что уже есть, они, приобрел. Вот они еще в таком цвете есть. Это две пачки взял. Ну, так, по ошибке, можно сказать. Ну, тем не менее, 60 миллиметров, а он выглядит как на, не знаю, окуневый. Как-то так, друзья. Вот такой граф взял, 3,5. Это уже размер такой более подходящий, как бы. Я думаю, что его уже щучка не будет проходить мимо. Это уже интересный такой размер, нормальный. Так что, интересный такой цвет. Я думаю, будет работать. Пистыров у меня немного. Ну, в этом году уже начал их приобретать. Есть уже пристырочки. Где-то будем попозже осенью рыбачить. Вот такой цвет. И это уже кракер. Это уже совсем другая приманка. Это уже, ребята, такой рачок. Цвет мой любимый. Так что, силикон мягкий, неплохой. Так что. Можно смело рекомендовать. Пробуйте, друзья. Цены на них не очень дорогие. Это облачные. Можно брать, пробовать. Вот такой ультрафиолет, уран. Такого у меня вообще не было еще ни разу. Как бы червячок с хвостиком. Хотя там Женька мне подогнал приманки своими руками. Он делает вот такой червячок интересный. В таком цвете. Сиреневый. Ну, будем пробовать. Интересная приманка. Еще она ультрафиолета светится. Я где-то потерял свой этот фонарик. Надо его найти где-то будет как-то. И посмотреть, как он светится. Этот гроб без ультрафиолета. Не написано на пачке. Это обычный такой сирень. Какая-то с зеленой блесткой. Ну, в общем, тоже такой цвет интересный. Я думаю, что будет работать. Потом все посмотрим, друзья. Все проверим, все просмотрим. Все проверим, все увидим. И крайне в микрофиолете тоже есть обозначение, что светится. Вот такой. Типа тоже лох. А там посмотрим, лох или не лох. Будет этот лох ловить или не будет. У каждого производителя цвет свой. Они друг на друга, в принципе, похожи. Ну, каждая расцветка индивидуальная у каждого производителя. Так как невозможно, я так понял, подобрать. Я тоже пробовал, как бы делал. Да, получался у меня. Ну, каждый раз по-разному. Во-вторых, если делать, например, силикон. Если делать силикон много раз греть. Он тоже цвет теряет, выгорает, и блестка выгорает, и все остальное. Так что лучше сразу делать с одной заливки, с одного цвета. Там, например, хорошую форму заливаешь. Есть с центрофуами люди заливают силикон. Да, там интересно. Ты цвет сделал, и все приманки получаются одинаковые. А если начинаешь по одному лить, как я лил, то выходит не очень. Цвет теряется, я же говорю, и выгорает даже блестка бывает. Уже каждая приманка, она разная. Ну, короче, я бросил этим делом заниматься. Нету особого у меня уже желания. Но, тем не менее, пробовал себя и в этом деле. Ну, а теперь, друзья, на закуску вот такая катушечка. Azura Savada 3000S. Честно сказать, я же говорю, первое впечатление, ну, только положительное. Я еще ее нигде не испытывал. Она только вчера прошла. И вот сегодня я решил, друзья, вам просто ее открыть и показать. Вот так идет шпуля запасная. Запасная шпуля, друзья, алюминиевая. Сейчас она немножко в сторону. Вот посмотрите на эту шпульку. Легенькая. Прямо невесомая в руках. Смазка там, все присутствует. 1.2 намотка 150 метров. По-моему, так написано. Где-то я видел. А уже не помню, где. А вот она есть. 1.2 PE 150 метров. Можно сюда намотать. 0.6 шнура 220 метров. Придется бэкинг подматывать. Ну, шпулька такая интересная. Сейчас, просто ради интереса, я даже не смотрел. Сейчас кину на весы, сколько она весит. Если весы еще не сели, здесь у меня батареек уже, вернее, батарейки не менял уже давно. Шпуля 32 грамма, 84 сотых. Шпулька легенькая. В руках вообще легкая. Вот это так, кинул для себя, чтобы хоть понимать, сколько она весит, эта шпуля. Пускай весы здесь останутся рядом. Может, и картошечку положим, проверим как раз то, что заявлено у нее. Что у нас здесь, в коробке. В коробке у нас идет вот такой неопреновый чехол Азура. Тут идет взрыв-схема. Ну, что-то она не на нашем языке, как бы. Вот такая взрыв-схемка. И идут еще здесь шайбы регулировочные. Здесь все нарисовано. Для чего, как, под какой конус. Кто неопытный, поймет сразу, как там подставлять. И где, что, как. Какая должна быть намотка. Ну, в общем, как-то так, друзья. Ну, и теперь самое интересное. Что у нас здесь внутри? А внутри у нас здесь ручечка, которая укручивается в катушку. Вот такой кноп. Ход мягкий. Не шумит. Нигде ничего. И вот такая катушечка. Сама катушка у нас выглядит, друзья, вот так. Я скажу, что неплохо она выглядит. Есть здесь тормоз обратного хода. Я люблю, чтобы он был. Катушка, как бы, вроде бы металлическая, говорят, вся из металла. Ну, утверждать ничего не буду, так как царапать я ее не буду. Металл, не металл. К ходу катушки просто шикарный. Крутится под своим весом, хоть туда, хоть обратно. Видите, как мягенько, четко. Ну, короче, такое ощущение, как будто это какая-то такая, как будто такая фирменная катушка из дорогих. Видите, как, я же говорю, это, ну, ощущение, по ощущениям, как будто фирменная катушка. Никаких шумов нету, работает тихонько, плавно, абсолютно, я же говорю. Просто берешь ее, она плавненько, мягенько, без шума, без ничего. Ну, я же, друзья, говорю, первые впечатления просто шикарные. Сбросов не будет, я думаю, душка открывается. Вообще классно, широко. И здесь, как бы ты ее не трусил, она никуда не сбросится. Преимущество этой катушки, я же говорю, две шпули. Можно намотать тоненькую плетеночку и чуть потолще, и уже там играться, когда какую надо поставить. А там посмотрим, конечно, что она нам дальше выдаст. Ну, пока, я же говорю, пока первые впечатления, друзья, просто шикарные. Для своей ценовой категории катушка просто зачет. Спасибо, Андрюхе, помог прикупить. Вчера прислал мне. Ну, вот такая Азура Савада. От компании Флагман. Посмотрим, друзья. Много про нее слышал. Ну, и решил себе заказать. Если это действительно так, что она отличная, хорошая, можно будет еще заказать, и пускай они будут. У меня была Атаракт. Ну, она есть до сих пор. Прослужила мне вера и правда. И недорогая катушка флагмановская. Но она прослужила очень долго. Видите, под своим весом шпулька крутится. Все как положено. Смазано видно хорошо. Разбирать не будем. Мы этим не занимаемся. Скоро, я думаю, пойдут разборы этих катушек. И люди все увидят и оценят. Пришлось, друзья, достать старенькие весы. Думаю, проверю вес. Ну, пишу 224 грамма. Ну, а здесь как бы 230. Ну, возможно, вот эта бирочка, которая здесь мешает, ту же вес имеет. Ну, а так, в принципе, то, что заявлено, наверное, оно и есть. Снял бирочку, но все равно 230. Ну, возможно, где-то в весах погрешность, а возможно, оно так и есть. Ну, все равно. 3000 грамм – это нормальный вес. Ну, а на этом, друзья, все. Буду с вами прощаться. Подписываемся на канал. Не забываем поддерживать лайком. Пишем комментарии для продвижения видео. YouTube-то да хорошо его оценивает. Если пишут люди комментарии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Делайте, что хотите. Всем огромное спасибо тем, кто поддерживает. Ну, и, друзья, до скорых встреч. Я думаю, что мы уже скоро будем на рыбалочке. И скоро вы увидите, что там у нас еще интересного. Всем пока. Игорь Негода. Продолжение следует...